Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, вы смотрите эфир телеканала Самарагиз и сейчас у нас очередная программа «Хочу домой». Это программа о животных, оказавшихся на улице без дома и хозяев. Мы рассказываем о животных, рожденных от бродячих или брошенных собак и кошек. И, конечно, мы говорим о людях, которые помогают этим животным едой, помогают выжить им, найти им новый дом и доброго ответственного владельца. И наша программа старается способствовать в решении этой нелегкой задачи. Итак, сегодня вы увидите сюжет о собаке, которой повезло обрести новый дом и хороших владельцев. Также наши традиционные визитки о собаках и кошках, которым нужен новый дом и новый владелец. Уют и, конечно, самое главное, любовь от этих людей. И, конечно, традиционно в нашей студии мы ведем беседу с гостями. Что делать, как помочь, как решить проблему бездомных животных. Сегодня у нас директор приюта «Хати» Елена Борисенко и Антон Лазнов. Он, кстати, сотрудник приюта и у него необычная и очень редкая профессия. Знаете, как в одной из сказок – ловец или отловщик собак. Подробнее о его работе мы расскажем чуть позже. Добрый день, Елена и Антон. Добрый день. Здравствуйте. Итак, вопрос. Ваша деятельность. Что сейчас на данное время происходит в приюте? Ну, изменения как таковые у нас больше по благоустройству. Мы расширили численность собачек. У нас сейчас около 250 животных находятся. И приоритетное направление – это стерилизация собачек. Ну, то есть кастрация кобелей, стерилизация сук и возврат в среду обитания. Так как каждая собачка за свою жизнь производит больше сотни еще бездомных собак, которые, в принципе, никому не нужны. И, как показывает практика и заявки населения, большая часть пока, к сожалению, против собак. Хорошо. У вас увеличилось количество собак. А хоть как-то уменьшается их на какую-то часть? Те районы, где мы уже полтора года работаем по СВВ, очень положительная динамика. Жители уже обращаются не с просьбами убрать собак, и навсегда их забрать, неизвестно, куда и на какие средства их содержать пожизненно. Здесь много вопросов, чтобы их навсегда забирать в приюты. Плюс еще то, что в приютах не такая сладкая жизнь для собаки – это тоже факт. Поэтому положительная тенденция, что люди больше начали писать заявок в администрацию о том, что приехали, простерилизовали. Те люди, которые кормят, понимают со временем, что кормить – это кормить, а нужно стерилизовать и остановить размножение. А вы знаете, я недавно просматривал интернет, и у меня такая мысль родилась, ну, может, она, конечно, не новая среди вас. А что, если, допустим, взять машину, и вы знаете, как передвижные медпункты, так же придут в машину, и так же ездить, делать операции, и тут же отдавать собак обратно тем людям, которые делают заявку. Здесь больше такая программа, это будет, скорее всего, отдельная программа, не то, что мы сейчас массовая стерилизация определенных районов, где мы работаем, это собачки, у которых, допустим, льготная стерилизация. То есть у некоторых пожилых людей там до 30 кошек и несколько собак, и на пенсию они их не могут даже прокормить, не то, чтобы стерилизовать. Потому что после операции нужен уход. И мы-то, как бы, занимаемся еще и уходом послеоперационным, плюс лечение собак, которые поступают, которые не всегда готовы, чтобы их сразу стерилизовали. Какие-то есть хронические заболевания, противопоказания. Поэтому в данной конкретной программе это, ну, можно добавить, как дополнительная деятельность по стерилизации вот таких льготных категорий граждан, которые не могут позволить, вроде как их собака, но по факту она не совсем является собакой с владельцем, потому что нет ни ветпаспорта, ни стерилизации у собачки, должного ухода нет. Для таких нужна отдельная программа. Вот если все-таки объединиться со всеми приютами, со всеми волонтерами и опять выйти на администрацию области, на администрацию города и все-таки предложить действительно вот такую стерилизацию именно с выездом на дом. Потому что вы сами понимаете, что на самом деле всех собак отловить это очень сложно. Надо, мне кажется, наверное, ну, наверное, тысяч пять человек, чтобы каждую собаку отловить. Все-таки может быть, все-таки вот это в этом направлении еще двигается. В этом направлении. У нас сейчас объем работы по контрактам по СВВ для нашего приюта, который ограничен ресурсами, да, в плане обустройства и расширения. Не выделены средства какие-то на то, чтобы мы расширились, построили дополнительные карантинные. То есть это все мы средствами волонтеров и прибылью какой-то от контрактов развития какой-то пытаемся произвести, но и, в общем-то, производим. То есть это можно, например, какой-то грант попросить, можно субвенции, субсидии какие-то дополнительные. То есть это нужно развивать вот это направление. У нас просто пока не хватает сил и достаточно много работы, чтобы в этом направлении еще параллельно работать. А на протяжении нескольких эфиров у нас поднимается одна тема. Тема все-таки тех собак, которых не взяли в течение одного-двух лет, можем все-таки их усыплять? В нашей организации все участники категорически против того, чтобы усыплять здоровых животных, людей даже больных смертельно, которые знают, что они умирают, и все равно никто не усыпляет, их танези не подвергают. Поэтому животных здоров... Но это тяжело, конечно. Ну, есть заповедь, не убей и прочее. Мы как бы придерживаемся того, что убивать животных нельзя. Даже если она агрессивная, живет она в приюте. Не настолько это, как сказать, большой процент собачек, которых вот в приюте невозможно было бы содержать за счет тех же благотворительных средств. Работает программа ОСВВ? И что бы хотелось улучшить в ее работе? Программа работает, но резкого снижения численности бездомных животных она не подразумевает. Потому что, допустим, регион Новокубишевск. Вот мы год ловили, стерилизовали. Мы же не можем всех единовременно стерилизовать. Какие-то подростки, щенки, которые еще в нашей начале деятельности подросли, они уже начинают размножаться. И вот 100% отловить всех собак в кратчайшие сроки никак не получается, учитывая, что в этом регионе очень много диких собак, которые не подходят даже к тем людям, которые их кормят, там, ближе, чем на 10 метров. А наше время дошло к сюжету. И снова, и снова не устаю говорить товарищи. Есть немало хороших и добрых собак, которых можно взять из приюта. И неважно, в каком возрасте вы берете собаку. Это и в год, и в два, и в три собака также привыкает к новым владельцам. И если за ней существует нормальный уход, прогулки и питание, а самое главное, ласкают собаку. Этому псу сейчас крупно повезло. Но поначалу было все не так радостно. Родился от бродячей собаки, забрали его вместе с мамой волонтеры приюта Хаки. Когда щенок окреп и стал расти, ему дали кличку Баты. А через несколько месяцев его забрали из приюта домой. Но наигравшись и не справившись, люди вернули его обратно. Вот здесь-то обратил внимание на него сотрудник приюта Валерий Майоров. Почему именно ты решил взять собаку из приюта? Это было совместное решение. Хотели питомцы, у нас есть уже кот. Хотели еще собаку. Он был очень милым щенком. Вот сразу оба в него влюбились и решили забрать его себе. Но получилось так, что был человек, который хотел забрать его раньше, взял, но что-то у них там не срослось, вернули, и поэтому вот судьба. Поначалу было волнение, как щенок освоится, смогут ли справиться с новым четвероногим жильцом. Самыми волнительными оказались первые дни. Ощущений было море, в первую очередь заботы, конечно, и болезнь собаки, лечение. То есть много было всякого неприятного, но пережили. И сейчас очень рады, довольны. Оказавшись в новом доме, Батый за неделю изучил все уголки квартиры. Где корм, где можно спать, с кем поиграть, куда пойти погулять. Не сразу удалось наладить контакт с котом. Тот все шипел и пытался побить его лапой. Но время прошло, и контакт был найден. Теперь Батый с котом лучшие друзья. Правда, иногда пытается вытеснить его с рук хозяйки или хозяина. Валерий уверен, что Батый понял свое новое положение и хорошую жизнь. У него есть свое место, есть своя миска, есть своя поилка. Своя доля внимания постоянно. То есть абсолютно счастливая собака, на мой взгляд. Всю территорию вокруг дома Батый изучил. За полгода успел подружиться с новыми домашними собаками. Оказался очень контактным и игривым псом. А вот дома новых людей не жалуют, рычит и лает. Очевидно, остались не лучшие воспоминания от посещения ветеринарных врачей. И в новом человеке он как раз видит, возможно, этого самого врача. Надеемся, что это пройдет со временем у него. И будет он более добродушно с первого раза относиться к людям. Но пока побаивается новых людей. Киге Батый неприхотлив. Кормит его сухим кормом, балует яблоками, морковкой. И обожает баты и бананы. За полгода он освоился. Теперь у его новых владельцев задача воспитать и проявить псу манеры хорошего поведения. Валерий говорит, была бы возможность, еще бы взял пару собак из приюта. И ему там всех жалко. Люди, которые работают в приютах, у них притупляются чувствуешь сострадание? Не так давно работаю. Не знаю, как будет через 5-6 лет. Но на данный момент нет. В данный момент все так же, как и было, когда приходил год назад. Переживаешь? Переживаю. Переживаю, но даже до слез у нас ждет. Итак, вы смотрели сюжет на телеканале «Самара ГИС». В программе «Хочу домой». Мы продолжаем разговор в студии. Так, ну, у нас следующий гость. Елена, с вами поговорили. Теперь с Антоном. Антон, у вас сложная профессия. Очень редкая и сложная профессия. Люди неоднозначно относятся к таким людям, которые ловят, бегают там с очками и так далее. Расскажите немножко, вот в чем заключается ваша деятельность в приюте? Ну, касательно приюта, вы сказали, что это деятельность отлов. То есть это самое основное, чем я занимаюсь. Когда, допустим, там у нас нет куда-то выезда, я так же, как и остальные смотрители приюта, то есть занимаюсь уборкой вольеров, кормежкой собак, иногда ассистирую стерилизацию животных. А проблема, конечно, такая существует, то, что люди, ну, наверное, не понимают просто, что делают. Они привыкли к вот этому мышлению, что если собаку ловят, то ее обязательно убьют. Ну да. Вот. И пытаешься людям объяснить спокойно, разговариваешь с ними, то, что собачку везут на стерилизацию, приедет она через столько-то. И тут появляются две категории людей, которые начинают на тебя бросаться, ругаться. Вот тогда уж я не знаю даже, что делать. Просто не обращать внимания, наверное. Вот. А другая, которая понимает и соглашается, что действительно это нужно. Хорошо. Методы отлова – это что? Сачок или хорошая реакция ловца, скажем так, ловец? Вот что надо? Да. И, кстати, вы где учились где-нибудь этому? Или сами? Ну, только вот в приюте я этому учился. Методы отлова – да, это сачок, реакция. Ну, тут… Это командная работа. То есть это больше вот такой ансамбль из ловцов. Сколько человек выезжает на отлов собака? Обычно три человека. Можно и вдвоем работать, можно и вчетвером там, допустим, если кто-то новенький пришел, его обучить надо. Вот обычно вчетвером выезжаем. Ну, когда уже сплоченный коллектив из трех человек, мы уже даже не сговариваемся. То есть мы понимаем, кто куда пойдет, чтобы собачку поймать. То есть мы понимаем, как ее завести в сачок, кому она пойдет к друг другу. Вот смотрите, Антон, хорошо, вы поймали одну собаку, поймали другую собаку. Да, еще сразу такой вопрос, пока не забыл. Вот приоритетно, за кем вы бегаете и кого ловите, это суки или кобели? Ведь, допустим, вот на мой взгляд, это все-таки должны отлавливаться в первую очередь эти суки. Ну, приоритетно, конечно, да, это суки, но в процессе отлова не разберешься. То есть ты просто следишь за объектом, который нужно поймать, все, остальное исчезает. А нет такого, чтобы там понаблюдать за этой стаей, определить уже, кого все-таки в первую очередь отлавливать? Ну, поскольку мы перевозим собак в машине, от машины, соответственно, идет запах. Запах опасности для животных. И чем дольше мы находимся рядом с животным, тем скорее она учует и поймет, что рядом опасность, и надо бежать. То есть некий такой адреналин? Ну, конечно, да, животное получает знак об опасности, и надо бежать. Хорошо. Сколько у вас получается поймать собак за один выезд? Ну, по-разному. Бывает, то есть и пять штук, и бывает и, какой у нас там рекорд, 22, что ли, было, то есть поймали. Это все в одном районе? Нет, это в разных районах. То есть, да, это зависит и от района, где-то больше собак, где-то меньше собак. Вот, это зависит от погоды, допустим, вот сейчас скользко, очень трудно вообще самому передвигаться. Вот, соответственно, ветер, снег, дождь, все это такие факторы, влияющие на отлов. Вот старый проверенный способ, сачок. Что-то есть новое? Вот над чем-то вы работаете, или что-то вы о чем-то думаете, что все-таки это уже, ну, собак много, а с одним сачком не побегаешь? Ну, действительно, это старый, но, тем не менее, проверенный способ. Пробовали по-разному, пробовали клетками-ловушками ловить собак, но из нового, как мне кажется, будет самое эффективное, это как раз-таки содействие граждан, волонтеров, которые вот помогут, приведут. Вот они, их слушают, собаки их, то есть, и они нам помогают, это очень эффективно, я считаю. Они могут заманить куда-то, в какое-то там заброшенное дом, там закрыть, это вообще идеальный способ, то есть, собака меньше всего стрессует и травмируется, что ее там гоняют и пытаются поймать. А вот, допустим, если там какие-то большие контейнеры устанавливать на определенной территории. У нас были клетки-ловушки. Большой, именно большой контейнер, чтобы туда вся стая зашла поесть. У нас, вот, допустим, на предприятии тоже сотрудники поняли, что это беда, что животные умирают массово, вот эти вот эпидемии случаются, щенки, вот эти несчастные рахитные, в общем, включились, крупное предприятие, они пытались заманить вот этих диких собак на еду в контейнер. Они даже к своим, ну, там две собаки зашло, самые доверчивые, все остальные, да, они уже месяц пытаются нам помочь их поймать, и не получается. Насколько бывают осторожные собачки, которые понимают, что замкнутое пространство, я туда не пойду. Они даже знают, где вот забор глухой, они туда не идут, они идут туда, где они знают, что есть лаз в заборе. А мы вот иногда не знаем, где лаз, поэтому... А если расставлять вот такие большие сеточки, там метров там по 15, по 20... Из сеточки собачку доставать очень неудобно. Вот знаете, как я думаю, вот сетка, которая натягивается, волейбольная. Ну, вот как ее из нее доставать потом собаку? Она запуталась, она видит человека, она боится, она кусается. Это не очень удобно. То есть наши сачки, это уже привычный способ, мы ловим... Конечно, в новых районах ловить проще, собака не знает сачок. Если собаку уже там из стаи, например, из 10-8 уже поймали, двух уже они сразу видят машину, они сигнал тревоги дают. И, то есть, вот это сложнее последних вот изловить из... Ну, где 20% осталось в районе собак нестерилизованных. Вот эти 20% за ними гоняешься и гоняешься. Но рано или поздно они все равно попадаются в сачок. То есть это не какой-то способ, который не рабочий. То есть это очень хороший рабочий способ. 10 собак поймали. А всех ли удается выпустить потом, назад отвезти? Или все-таки это продаемкая такая задача определить? Мы же ездим не просто, вот мы ездим и всех собираем, и сами решаем, кого забрать, кого не забрать. У нас есть заявки жителей, и контракты оплачиваются бюджетом государства. Государство должно обеспечить комфортное проживание людей. Ну, вот здесь с точки зрения собак. Если люди жалуются на собак, и уже массово в каком-то районе одну собачку начали люди тихо ненавидеть за то, что она кусается, мы, естественно, эту собаку забираем в приют и не возвращаем. То есть мы ищем ей хозяина, дом, и даже, как правило, есть какое-то количество людей, которые кормят эту собачку и переживают за нее. Как правило, эти люди не осознают, что если такое количество жалоб на нее, то собаку рано или поздно вот такие вот живодеры могут отравить. Поэтому лучше, конечно, в таких ситуациях не возвращать собаку. Понятно. Мы еще вернемся к нашему разговору. Итак, у нас снова пауза. В разговоре в студии с нашими гостями предлагаем посмотреть визитки о собаках и кошках, которым нужен новый дом, которых нужно пристроить. Еще раз обращаю ваше внимание, забирайте собак. Если нужна будет какая-то консультация, вы можете получить от специалистов того же самого приюта, где вы берете собаку или кошку. Итак, смотрим. Эту собаку зовут Русалка. Ей около трех лет. Попала в приют еще маленьким щенком. Год назад ее забрали в семью на двор, но она не проявила особых агрессивных охранных качеств. За доброту в характере ее отдали назад в приют. Сейчас ей снова ищут хозяина. По характеру она. Очень спокойная, очень добрая собака. Любит длительные прогулки, лежать в тепле. С другими собаками как она? Очень спокойная, как я вам рассказал. С другими собаками не дерется, не кусается. Спокойно абсолютно реагирует. К посторонним собакам Русалка относится терпимо, без агрессии, идет на контакт и даже играет. Русалка ищет новый дом хорошего ответственного хозяина. Русалка готова уйти прямо сейчас из приюта. Звоните по телефону 8-927-692-1313. Три с половиной года назад этого пса нашли на парковке в малоподвижном состоянии с кучей впившихся клещей и заболеванием пероплазмоз. Ему повезло. На него наткнулись сотрудники приюта. Подобрали, вытащили буквально с того света. И с тех пор проживает в приюте. А назвали его Илья. В то время всех собак, подобранных щенками, называли именами сказочных героев. Он абсолютно дружелюбный. Охранные качества, в принципе, у него есть. Но, опять же, охранные качества только, когда за калиткой кто-нибудь стоит, он может погавкать. А так всех любит, всех оближет. Компанейский для души. По сторонним собакам относится терпимо, но без особого дружелюбия. Очень предан своим вожатам. Пес Илья очень хочет домой. Он может проживать в квартире, приучен к выглу, привитый от всех заболеваний. Заберите этого пса по кличке Илья домой. Обращаться. 8-927-692-1313 Цвет таких кошек называют триколор. Коричневый, черный, белый. Эта кошка живет в Котокафе два года. Назвали ее Тяпа. Нашли котенком примерно в полгода. Принесли в Котокафе, подлечили, приучили клоточку и, самое главное, социализировали. Очень дружелюбная кошка, очень ласковая. И вообще она у нас такая кошка-мама. То есть все кошки всегда под ее крылом. Прекрасно уживается с любыми другими животными. С кошками тоже, с другими котятами, с маленькими собаками. Так что отличный вариант. То есть они очень любят детей. Безумно любят детей. Дети – это вот ее стихия вообще. Дети, мне кажется, любят ее. Самое главное, она очень контактная с вновь приходящими людьми. В настоящее время этой кошке по кличке Тяпа ищут нового и добропорядочного владельца. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Этого кота зовут Мося. Раньше у него была хозяйка, которая его очень любила. Три года кот Мося жил в теплой обстановке, но с хозяйкой случилась беда, и кота пришлось определять в приют. Живет здесь уже полгода и зарекомендовал себя только с хорошей стороны. Но он не конфликтный. Я сам ни разу не видела, чтобы он сам нападал. Защищаться – да, а нападать – нет, ни разу не нападал. Такой вот он. Да, Мося? Ему сразу он приходит, люди приходят, ему надо сразу на ручки, сразу обниматься. Вот такой, скажи, я очень хороший кот. Красивый, мраморно-тигровый окраски кот Мося ждет своего нового владельца. Приучит к лотку их хорошей домашней обстановке. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Последние несколько эфиров задают традиционный вопрос. В общественных палатах регионов идет обсуждение на тему об ответственном отношении к животным. Как ее повысить, нужны ли штрафы, как информировать население, что нельзя выкидывать собак и кошек, что это жестоко, что есть льготная стерилизация. Нужно ли думать, что нужно думать прежде, чем брать собаку или кошку к себе домой. У меня в этой связи вопрос, нужны ли штрафы в этом случае. Как призвать людей к ответственности, что сделать? Ну, первое, наверное, не штрафы, а все-таки воспитание молодежи, более ответственное отношение. Выкидывать не молодежь в основном, а люди, которые вот именно малоинформированные, люди, которые малообеспеченные. Вот насколько я смотрел статистику, вот и сам сталкивался с этими семьями, откуда выкидывают этих собак и кошек. И мне постоянно звонят. И вопрос-то в том, что прежде чем заводить, надо сначала даже подумать. Я вот считаю, что штрафы нужны, но не так, чтобы это была сразу огромная сумма и как-то вот разбираться над этим вопросом. Есть люди, которые обеспечены, могут позволить собаку в соответствии с законодательством и стерилизовать, и прививать. Есть требования ветеринарные, что должен делать владелец. Но они этого не делают, потому что понимают, что это абсолютно безнаказанно. У нас был такой вот тоже владелец, который взял собаку, достаточно обеспеченный, мог ей и вольер построить, и выгулы организовать, и все на свете. Но у него привычка выбрасывать собаку. Не занимался кинолога, вот нанять даже. Ну, жадность. Тут деньги есть и достаточно много. Не та собачка, что-то с ней не то. То есть, чтобы собачка была та, с ней нужно заниматься. Выбросил, новую взял. Ой, убежала. Но чтобы собака не убегала, тоже уже, тоже как кинолог, значит, нужно с ней позаниматься. Заниматься не хочет, берет одну, вторую, третью, выбрасывает. Вот таких, я считаю, нужно действительно наказывать, чтобы он задумывался, стоит заводить собачку или не стоит. Антон, у меня вопрос, а как часто, часто ли вас кусают собаки? Ну, бывает такое. Ну, это либо уже там, под конец недели, когда уставшие, реакции ноль. Но с осторожностью, то есть, даже какая-то очень добрая, ласковая собачка, с одной стороны, когда чует опасность, может и укусить. Нет, не часто стараюсь этого избегать. Были ли случаи, когда вы ловите собаку, и здесь прибегает хозяин? Конечно, были. Нормально, мы пытаемся донести хозяину то, что, мол, сейчас происходит отлов, водите собачку на поводке. Тем более, если это случай с серьезными собаками, это опасно для остальных людей. То есть, тут никто же, не знаю, добрая это собака, злая. Есть люди, которые, ну, с детства боятся собак. Объясняем это человеку, то, что нужно выгуливать на поводке. Ну, тут реакция у всех, конечно, опять же, разная. Либо соглашаются, либо с агрессией уже относятся. Вы как считаете, штрафы нужны? Я считаю, да, но, опять же, небольшие, то есть, это как по нарастающей может быть. Это трудный вопрос, то есть, он очень спорный. Пока не готовы, я считаю, люди. Да. У нас они не готовы вообще к тому, что нужно собаку на поводке. Мы готовимся к этому, мне кажется, уже по всем улицам будут бегать толпы собак. Многих просто не остановят штрафы, на это все равно. То есть, это как с вождением на дороге. Кто-то как нарушал, так и будет нарушать. Ну, хорошо, какая-то ответственность все равно нужна. Вот я взял собаку, звонил мне бабушка, говорит, вот внуки завели кошку и бросили. Оставили у меня одну и вторую кошку. Она говорит, я говорю, ты уже старенькая. Я говорю, хорошо, а вот с собой нельзя брать кошку? Там куда-то на новую квартиру, почему? Нет, если она ходит в лоточках. Так же и собаку. Конечно, это ответственность за животное. Но так же вот ты заведешь детей, ты же за них ответственен. Так же и с животными. Ну, и такой вопрос. На что вы, в принципе, надеетесь в своей работе? Надеемся. Да. Все-таки, чтобы собак было меньше, все-таки, чтобы у вас была работа поменьше в плане, и чтобы все-таки город стал безопаснее от собак, от бродячих собак. Да, да, конечная цель, чтобы ОСВВ дала свои плоды через какое-то время, когда вот это вот все подрастающее поколение собачек, которых мы уже стерилизуем, ну, как сказать, мамы, потом идут дети, потом кто-то из детей остался, там 1% тоже начали размножаться, то есть их сокращение и осознание жителей, что эта программа работает, чтобы люди приняли, эта программа, она новая, причем в корне меняет вообще полностью подход к котлову, и эффективная по другим регионам. Здесь нужно очень многосторонне решать эту проблему и с воспитанием людей в плане отношений к своим питомцам, и с тем, как люди относятся к бездомным собакам, как вот ходят люди с кастрюлями, и прикармливают стаи диких собак в камышах, куда даже человек пройти толком не может. Но если вы хотите сделать собакам этим добро, значит, вытаскивайте из этих камышей хотя бы, да, потому что они там в этих камышах размножаются, их будет 50, 60, 70, и вот вы их не прокормите, нужно будет цицерну подгонять, каше, да, чтобы вы там их кормили. То есть, ну, должны люди на будущее думать, что они делают, для чего вы это делаете. — Большое спасибо, большое спасибо. Итак, наша программа завершилась. Еще раз хочу обратить внимание всех, кто посмотрел нашу передачу. Все видеовизитки вы сможете увидеть на повторах на телеканале Самара Гис, и каждая наша программа оригинального эфира повторяется не один раз. Ну и самое главное, вся информация есть на нашем сайте телеканала Самара Гис. Всего вам доброго, до свидания. Я думаю, с вами мы еще встретимся и не один раз. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова